Давайте традиционно похвастаемся перед другом своими телефонами и заметим, чтобы они стояли на самом громком, не на беззвучном, на самом громком, и чтобы вибрация была включена. Чтобы все вокруг слышали и понимали, что вам идет важный звонок, и вы должны ответить. По работе. Лучшая работа это тогда, когда ты работаешь над собой. Все остальное это работает над тобой. И не важно, сколько тебе за это платят, тебя меняют. Вы хотите сами меняться или менять кого-то? Я могу говорить про эту работу. Про эту работу? Те, кто на этой работе, они знают, что сейчас 7 до 8 презентаций, лучше не звонить, не отвлекать, если они сами здесь могут присутствовать. Давайте поставим телефоны на беззвучный режим. Вот сейчас смотрел тренды растущие, да, и что-то вдруг как вспомнилось. Перед Новым годом смотрел БРБК-новы, там сказали, непонятно почему растут акции суббуднефтегаза. Ну и, как всегда, потом нашли это мой объяснение, да. А я вспомнил про анекдот, который мне про суббуднефтегаза рассказали накануне. Но самое интересное, что он меня как бы не вдохновил, потому что этот анекдот был продолжением истории, которая была 15 лет назад, которую мы все наблюдали на телевидении. Помните, было по бегущей строке, так шло. Устроюсь на работу, устрою суббуднефтегаз за вознаграждение. Потом прошло время, такое было, устроюсь на работу. Потом устроюсь на работу суббуднефтегаз не предлагали. Все видели такие строчки, да? Ну, последние видели. Но это было на самом деле, это факт. А мне рассказали, кто другой. Приходит мужчина, парикмахерский, его подстрикают, ну и просто общается, там, долгая стрижка. Борода, бакенбарды, все там. Как дела там, как это, где вы работаете? Он суббуднефтегазе. Он говорит, ну и как суббуднефтегазе? Да все хорошо, все отлично. Опять проходит, минут 10, он у него спрашивает. А вы, говорит, суббуднефтегазе же работаете? У вас там все хорошо? Да все хорошо. Третий раз опять спрашивают. А точно у вас суббуднефтегазе все хорошо? Да хорошо все. Чего у меня постоянно по суббуднефтегазе спрашивают? Понимаете, я когда говорю слово суббуднефтегаз, у вас волосы дыбом стоят, и так удобно их постригать. То есть, о чем я говорю? Есть такая вещь, как эмоции, да? Язык тела, язык жестов. Мы можем говорить все, что угодно, но наши эмоции, наши глаза, наше сердце нас никогда не обманут. Вот, давайте познакомимся. Меня зовут Евгений Зубцов. Мне 48 лет. Я такой же, как и вы. 23 года отработал в Суббуднефтегазе. Начинал там с самых-самых-самых. Что самое низкое вы можете придумать? Вот откуда я начинал. Знаю, что такое скважина, откуда берется низ, как все это получается. Последние 15 лет отработал в аппарате управления, но так получилось, что нам всегда приходят в голову умные мысли. И в 45 мне пришла мысль, что же будет со мной через 10 лет, когда я выйду на пенсию. Вот тогда я еще не знал, что нам продляют этот льготный выход на пенсию. Мы будем в 55 уходить, а в 60-м. И как-то так получилось, что спустя год-полтора жизнь изменилась, и я уже не работаю в Суббуднефтегазе. Работаю в другом месте. Причем, кто бы мне тогда сказал, что я буду чем-то заниматься, связанным сетевым маркетингом, я бы вам сказал, да никогда, потому что у меня, например, с сетевым были в свое время очень плохие ассоциации. Давным-давно жена, когда занималась рефлеймом, после трех месяцев занятий, когда половина комнаты была заставлена дополнительными закупками, коробочками, баночками, еще там чем-то, я сказал, так, все это в бизнес прекращаем. В итоге только где-то одну треть или одну четвертую всего этого товара она смогла как-то реализовать, ну и по большей части подарить подружкам. С его остального вышел срок годности. И поэтому у меня с тех пор сетевой плохо, это был знак ранения. Вот так получилось, что как жизнь никогда не говори никогда, вот именно так оно и произошло. И сейчас мне очень нравится то, чем я занимаюсь, и слово сетевой маркетинг меня вообще не пугает. Почему? Потому что, посмотрите, как изменился мир, везде, со всех углов, со всех ракурсов она смотрит сетевой маркетинг. Простой пример. Банк Тинькофф, приведи друга, получишь что? Месяц бесплатного обслуживания. Либо кэшбэк. Либо кэшбэк. В какой-то еще банк приведи столько-то партнеров, почта банк, получишь такой-то процент на вклад. Давно-давно, где-то, наверное, с полгода назад, или чуть больше заходил в магазин «Пивко», сеть, знаете, по франшизе открыта, у них прямо увидел такую четкую картинку. Ты один, приведи двоих, получишь скидку столько-то процентов. Приведи еще двоих, получишь скидку еще столько-то процентов. Прямо наше дерево. Вот только у них какие-то мизерные проценты давались, а нам по нашему плану вознаграждение, компания выплачивает очень хорошее вознаграждение за то, что мы привлекаем партнеров. И так абсолютно во всех отраслях. То есть люди выросли и поняли, что все лучшее, то, что они могут взять, это находится именно не в традиционной рекламе, не в традиционном бизнесе, не в традиционном найме, потому что эти вещи уже не работают. Это находится в сетевом маркетинге. Потому что основные вещи, которые двигают сетевой маркетинг, это что? Люди. Живая реклама. Живая реклама. Кто еще что скажет? Люди. Люди. А самое главное? Качественный товар. Товар, да. Да. И этим качественным товаром люди, которые продвигают какие-то вещи путем сетевого маркетинга, они сами им пользуются. И рассказывают свои ощущения о том, как они им пользуются. То есть отвергаются к сердцу из уст в уста. И то же самое стало появляться на телевидении. Обратите внимание, уже гораздо меньше появляется именитых спортсменов, которые там моют голову, чешут, что-то подкидывают. На шайбе очень много каких-то сцен. Папа, мама, дети в кругу семьи что-то делают, рассказывают и привлечают к этому детей. Что это такое? Это сетевой маркетинг в чистом виде. Когда вы что-то лучшее рекомендуете кому? Своим самым близким. Потому что вы это сами уже попробовали. И вам это нравится. Что же такое благополучие? Кто мне скажет? В двух словах. Не, вернее, с буквой в трех получается. Ну, недавно праздник будет. С Новым годом. Все друг друга поздравляли. Что мы желали друг другу? Счастье. Здоровье. Денег. И что еще? Благополучие. Благополучие. Без слова благополучия там в 100% не обошлось. Так вот, есть такая наука, статистика называется. Это, наверное, одна из единственных наук, которая не врет. Если в остальных науках допускаются какие-то теоретические допуски, да? Либо что-то может быть на практическом эксперименте подтверждено, или может быть не доказано, не подтверждено. То статистика, она просто что делает? Она просто фиксирует то, что произошло, и дает фактические выжимки. Вот этого хорошего произошло столько, вот этого не очень хорошего произошло столько, а вот этого очень хорошего произошло почти не произошло. Да, очень мало. Так вот, то же самое Статистика говорит О том, что большинство наших людей Которые живут в мире Речь идет о россиянах Находятся где? В зоне риска Что такое зона риска? Это когда ты вроде бы как идешь Уверенно по улице Но не знаешь, у тебя зимние ботинки Вот они на хорошей подошве или нет Подскользнешься ты сейчас или не подскользнешься Не подскользнешься, дойдешь нормально А подскользнешься, последствия могут быть Разнообразные, правильно? Ты можешь просто присесть на попу Как в том фильме, помните, да? Когда он садился, у меня рука сломана Прыгал на копе, Миронов Черт побери еще говорил волшебное слово Но не получилось Или получить серьезную травму И тогда уже, когда это с вами происходит Вы начинаете задумываться о последствиях Почему это произошло Одел не ту обувь, не посмотрел под ноги То есть начинайте искать причину Так вот, причину искать не надо Нужно просто найти способ выйти из зоны риска И когда вы из зоны риска выйдете Вы поймете, что тогда уже И ситуация, чтобы вы подскользнулись Не могла просто-напросто возникнуть Что такое зона риска? Ну что такое зона бедности Наверное, все знают, да? Все знают, что в России существуют цифры Которые говорят о том, что столько-то процентов россиян Живет за чертой бедности Черта бедности сколько тысяч у нас определенно? Кто может сказать? 12 копейками минимальная Это так называемое ругательное слово мрот Минимальная размер оплаты труда Но минимальная размер оплаты труда Это не значит зона бедности Это значит, что некоторые люди получают гораздо меньше Есть зарплаты, которые там меньше 10 тысяч А черта бедности проведена еще Это сказали, что она не должна быть ниже 12 тысяч Да, минимального размера А раньше официально она была ниже Представьте То есть был какой парадокс? Была черта бедности А выше этой черты был минимальный размер оплаты труда То есть как повезло тем людям, которые недополучали деньги, да? По статистике Но зато были на чертой бедности То есть они уже были приближены к зоне риска Так вот, следующее Это зона возможных изменений Это те люди, которые какой-то доход получают Которые на него рассчитывают И которые начали вроде бы как нормально жить Ну то есть они 5-6 лет отучились в институте Пришли год, отработали на работе И стали получать нормальную такую зарплату 1070-80, может быть 100 Работают в Сургутнефтегазе, в Газпроме, в Тюминэнерго В Администрацию То есть мечты сбылись, все хорошо Но наступает момент Человек 3 месяца заболел, допустим, проболел Что с ним произойдет? Сокращение с работы Ну мягко говоря, ему намекнут Нам такой работник не нужен Ты, наверное, слишком часто болеешь А тебе даже еще 40 лет нет Давай-ка ищи другое место работы Где вот не сильно такие здоровые Кто с таким сталкивался? Или у кого знакомые сталкивались с такими проблемами? Были? То есть все понимают, что я не придумываю ничего Причем речь не идет о людях, которые уже вышли на пенсию Либо предпенсионного возраста Речь идет о тех людях, которые 35-40 лет Все знают, что сейчас помолодел инсульт, помолодел инфаркт Очень много работников, особенно руководящих должностей Нижнего и среднего звена Сургут-Нефтегаз, особенно в прошлый год Была статистика Извиняюсь за ужасные слова, но люди просто умирали на работе Молодые ребята, которым не было еще 40 лет Увозили с инфарктами, с инсультами И все они находили в зоне комфорта То есть для чего эти цифры показывают? Хоть зон 4, официальных по статистике Но ничто не может вам помешать в одночасье Из одной зоны перенеститься в другую Если у вас нет никаких накоплений Если вы не защищены Социально, либо финансово, либо юридически И если вы не знаете свои права Это так или нет? Что же такое благополучие? В 2018 году компания Европейская юридическая служба Я не буду подробно на ней останавливаться Не буду говорить про все достижения компании Про все регалии, которые она имеет Про то, что у нас партнерами являются такие банки Страховые компании, как Сбербанк, Альфа-Страхование, Почтобанк Из местных Сургут-Нефтегазбанк Который продвигает наши сервисы Но только в ограниченной части В части юридических услуг Так вот, чтобы понимать, куда движется весь мир В 2018 году Компания Европейская юридическая служба Создала лабораторию на своей базе И эта лаборатория занялась изучением Общих мировых трендов Которые сейчас популярны в мире То есть, куда люди вкладывают деньги И что они хотят И самое интересное Все, что вы до этого говорили Выяснилось, что все люди хотят жить Быть счастливыми Быть богатыми Быть здоровыми И быть благополучными Все вот это Входит в их общую концепцию И в итоге В 2019 году На рынок был выпущен новый продукт Который называется Забота о здоровье Life Care В конце 2019 года Этот продукт получил На инновациях продукт года Все это тоже есть в личном кабинете Не буду показывать слайды Чтобы не терять время Мы лучше с вами пообщаемся на эту тему Что такое Благополучие с точки зрения Life Care Это Четыре области основные Которые есть у каждого человека Безопасность Самореализация Финансы Здоровье Что входит в блок безопасности Это юридический сервис Это сервис Автоассистанс Это поддержка на дорогах Многие с ним знакомы Те, кто покупали машину в автосалонах Либо в страховых компаниях Они все это вам рекомендуют Пытаются навязать И важен такой пункт Страхования критических заболеваний Что такое критические заболевания Какие сюда входят Рак Заболевания Сердечно-сосудистых органов Это коронарное шутирование Это замена Важных органов сердца И соответственно Стоимость Это Составляет 12,5 миллионов в год Это в первые полгода И 25 миллионов в последующие годы Это все дается партнерам Блок здоровья Сюда включены Основные вещи Такие как телемедицина Диетолог Психолог Онлайн фитнес ЧК Эндель Онлайн ветеринар То есть в принципе Все, что может быть у человека Начиная от проблем С камячками и с кошечками И заканчивая чем-то серьезным Все здесь включено Скажите, кто из вас Имеет личного фитнес-тренера? Есть такие? Так, есть А кто хотел бы иметь? Так, уже больше А все понимают, что такое личный фитнес-тренер? Это когда вы заплатили деньги И вынуждены делать зарядку Когда уже такого не будет Что вы проснулись А нет, 15 минут еще так Поваляюсь Потом быстренько умоюсь Соберусь, пойду на работу Нет, личный фитнес-тренер Это человек Который заставляет вас Делать определенные действия Каждый день И каждое время Чтобы они привели К определенному результату Согласны? Кто знает, что такое Эндель? Это я А теперь Гвозди, пожалуйста Поднимите руки Кто у нас сегодня в гости? Раз Два Два человека всего лишь Нет, гости не партнеры Я вот Кто из вас слышал, что такое Эндель? Не слышали? Но это не связано Ни с чем с ругательным Нет? Ассоциации какие у вас хорошие? Или непонятно какие? Непонятно какие Фильм «Большая перемена» смотрели? Как? Да не может такого быть Помните, там был момент Когда он учил урок Он лег спать Ну, посмотрите Он лег спать Ему дочка начала читать задания Потом включилось радио Рассказали прогноз погоды Потом пошла передача Про разведчика И на следующий день Он вышел Рассказался по уроку Сказал прогноз погоды И рассказал про разведчика То есть Все во сне он запомнил Вот технологии уже были тогда На самом деле Сейчас компания Французская Она все это сделала уже И запустила в работу То есть Есть специальные звуки Которые подстраиваются под человека И помогают ему в разных ситуациях Либо приобрести концентрацию какую-то Либо уснуть и выспаться За несколько часов Чтобы долго не спать Либо наоборот не спать Как вы считаете Автомобили Вольво С мировым именем Надежные? Да Самые надежные Так вот Почему я про Вольво спрашиваю Потому что говорят К нашему климату Наиболее подходят Автомобили Вольво Потому что они точно так же Находятся в зимнем климате В Швеции И у них точно так же Ищупованная резина И запуск холодное время Для моторов Все это есть Так вот Этот концерн закупил Продукцию Энделя Для того Чтобы Вмонтировать ее В свои автомобили То есть Когда водитель едет За рулем И вдруг У него наступает этап Вообще Водитель в зале есть Понимаете У тебя наступает Этап утомления И ты сам не понимаешь Как у тебя глаза закрываются И ты начинаешь Медленно куда-то уходить С дороги Ну у нас же не везде Такие дороги Как за границей Ты на обочину уезжаешь Там трещет Тут уже раз повстнул Где я что У нас такого нет Ты можешь плавно Удти на ночью Ну хорошо Если зимой Сукроп там И не понять ничего Потом тебя просто вытащат Так вот Они этот блок Себе приобрели И макировали автомобиль И водитель Теперь не засыпает Это здорово Это безопасность ваша Но и относительно Другого Все то же самое Про онлайн ветеринар Даже останавливаться Не буду Поднимите руки У кого нет Домашних животных У кого нет А у кого есть Те же самые руки А как же Мой любимый Хомячок А у меня улитки Есть Они знают Улитки Самое интересное Что наверное Если вы Позвоните Онлайн ветеринар Он вам подскажет Чем кормить улиток И как эта пища До какой температуры Должна быть подогрета Чтобы у улитки Не было стресса У нее же тоже Наверное Где-то там Какой-то орган Есть Который за стресс Отвечает Тогда не стресс у меня Если я все это буду Но смотря По размеру Улитки Как вы их любите Тема финансовая Скажите Честно Кто хотел бы иметь Личного финансового советника А для чего он? Советоваться Советоваться Честно Я первый раз вижу Столько людей Которые хотят Иметь личного Финансового советника Потому что У кого я не спрашиваю Проводя встречу Зачем мне? У меня жена Бухгалтер Умрет Самого Сколько у меня денег И откуда Никто не хочет Говорить Сколько у него денег Но все хотят Управлять этими деньгами Поймите Для того чтобы чем-то управлять Нужно понимать Что у тебя есть Простой пример Вот я вначале Говорил Про пивко Я вспомнил У нас девушка Партнер была Она купила Франшизу пивком Она рассказывала Я-то думал Что это недорого стоит Оказывается Она продала квартиру Взяла кредит Для того Чтобы все это взять И в итоге Ежемесячно Она С пивко Получает Что-то в районе 25 или 30 тысяч А платеж у нее По ипотеке Составляет На 10 тысяч Больше То есть она Работает в убыток Представьте И эта франшиза Когда Вроде бы Такой раскрученный бизнес Да Ну кто у нас В России не пьет пиво Практически все Да Да ладно Да ладно Но я же не говорю Про этот зал В этом зале Вообще все хотят Иметь финансового советника А финансы и пиво Это две вещи Несовместимые Очень даже совместимые Финансы и пиво Нет Я вам говорю Что Даже на франшизе Уже на проверенной методике Человек работает в минус Представьте А представьте Вы просто Купили пивную Какую-то открыли Не в том районе города Вы думали Что тут вот Общежитие И все будут туда ходить Они берут и не ходят Там спортсмены живут В этих общежитиях Не угадали вы с местом И все И все Что вы туда вложили Убыток И никто Это уже покупать не хочет А пушное оборудование У нас стоит вообще Копейки Это не новое А вы покупаете Как новое И как ваше вложение Хорошо было бы посоветоваться Да С финансовым советником Стоит ли в том месте Открывать вот эту пивную Это мы говорим Когда сами вы рискуете А там франшиза Они говорят вам Где делать Как делать Что делать И они самое интересное Гарантируют вам результат положительный Почитайте любую франшизу рекламу Там так и есть Через полгода Вы выходите На хороший доход А через год Вы покупаете Все в полтора-два раза Или я что-то не то читал Так же Рекламе так Он же положительный 20 тысяч Он же у меня Не хватает Ей не хватает Доходов от франшизы Чтобы расплатиться С кредитом Который она взяла На открытие Этой франшизы Она же виновата Она же должна была Без кредита Взять эту франшизу Да конечно Что было брать Отличное замечание Тогда я вот Простой вопрос Вы прежде чем Устроиться на работу Пять лет учились в институте? Учились Учились Вам повезло Вы еще учились бесплатно Представьте По современному Минимум по сто тысяч Год добавить А теперь вы пять лет Отучившись Пришли на предприятие И как минимум полгода Вы должны были Простажироваться Чтобы забыть То чем у вас учили И выучить то новое То что там есть Так А где деньги Тогда время есть А если как живет Зарубежный мир Когда в 35-40 лет Все начинают Только думать О том Чтобы создать семью А до этого времени Все что делают? Карьеру Все делают Все учатся Чего-то добиваются Тогда наверное У вас дети Пока Дойдут до возраста Когда им нужно помогать Вам уже будет Кто бы вам помог Обратили внимание Все с палочками ходят Вот так Как это ходьба называется? Скандинавская Скандинавская Она пришла к нам Не из Скандинавии Но из-за границы точно Я постоль буду Когда смотрю Вот бабушки ходят Она идет в рюкзачок У нее такой нормальный Палочки Она идет Да Она пытается вернуть Тебе то Что у нее Не забрали Дитие внуки Так вот Возвращаясь к нашему С финансовым Все понятно Скажите честно Кто хоть раз Получал налоговый вычет? Много людей получали А кто получает Его ежегодно? Уже меньше Все получают Нет Все не получают Ежегодно Все не получают Это точно могу сказать Квартиры же у всех Есть наверное Собственности Значит Ежегодный вычет Ну Насчет квартир Я могу сказать Что в нашей стране Всего дважды Была возможность Жизнь Получить налоговый вычет За покупку квартиры Дважды Больше не было Хорошо Кто успел Два раза А есть Которые один раз Еще не успели Потому что Квартиру еще не купили Если купили квартиру То у них пока Заплата не позволяет Получить этот вычет Он же тоже Во времени ограничен Правильно? Вы же не можете 15 лет его получать Так вот Налоговый вычет И план вознаграждения Который мне говорил Помните Когда я рассказывал Что в пивко Есть такая картинка А у нас Это план вознаграждения Ну и самое главное То о чем Вообще невозможно Не сказать Бизнес Образ жизни Сообщество Привилегии Путешествия Обучение Личный бренд Все это самореализация Давайте будем честны Сами с собой Кто в жизни Добился На своей работе Любимой Нелюбимой Такой вещи Что полностью На 100% Был удовлетворен Своим Время проведения Там Местонахождение И уровнем оплаты Есть такие люди В зале Где вы работали? Или работаете До сих пор? Да До сих пор На своем предприятии На своем предприятии А чем занимается Ваше предприятие Если не секрет Ну у нас ООО И у нас гостиница И бизнес Ресторан Так у вас гостиница И бизнес Ресторан Или все вместе Ну и это И это И гостиница И ресторан И бизнес Отлично Сколько времени Вы проводите На работе? Час Мало совсем То что праздники были? Нет А то есть у вас То что семейный бизнес То что дети выросли И дети помогают А сколько времени До того Как выросли Дети Вы поднимали Этот бизнес? Ну много С 94-го года С самого начала То есть 25 лет Нормально так Да 25 лет А сейчас Вы можете Спокойно Уйти отдохнуть И ходить на работу Идите все делать Да? Ну нет Я прихожу Когда консультация То есть все равно Присутствия Присутствия Можно А дети Где-то Специально Учились В каких-то Высших Заведениях Либо курсы Заканчивали По гостиничному Бизнесу Дочка Да Заканчивала Дочка Ну Большинство Мы самоучки Ну и заканчивала Она И курсы Но вы же знаете Что с нашим Государством Нельзя играть Самоучки Знаем Вот Если вы Если вы Сами учитесь То вы можете Какой-то урок И выучить А вам в конце года Прилетит там В виде пени Штрафа Или Самоучки Сейчас же есть И всякие Даже бесплатные Просто то что нам нужно Вот Ухмэс Например Что сдавать Как сдавать Как правильно Это вести Ну Рассказать вам историю Про Ухмэс Да я Знаю Просто мы держим Руку на пульсе И поэтому Как бы Проще Нет Это конечно хорошо Когда человек постоянно Занимается одним и тем же Никогда не уходит в сторону Да Вы правильно говорите Он держит руку на пульсе Понимает Но сейчас И вам нравится Этим заниматься Ни разу не было такого Что вы пришли Потом извиняюсь за выражение Компания Которая отмечала Свадьбу Ну как обычно Свадьбы Траки не было Свадьбы не удалось Да Чего-то не разбило Чего-то не поломало Не заехал Какой-то гость Который там Устроил типош В номере Выезжал Еще сказал Да я не заплачу Вашу гостиницу Я такие отзывы Оставлю Сейчас там Везде Не, но не платят Потому что Есть контракт Какой контракт Ну То что он прожил То что Если он разбил Нет А если вот он заехал Поругался с вами Не выехал Не заплатил Как вы решаете Такие вопросы Не успел разбить ничего Значит Если он поругался Не успел разбить Я просто к чему Я не подумайте Что я там Какой-то допрос Пытаюсь устроить Да Просто Самый Нет Самый тяжелый Бизнес Это вот Отношения с людьми Правильно Конечно Вот Но Когда у тебя Отношения с людьми Идут Когда люди Чего-то от тебя ждут И чего-то требуют Да Это одно То есть Когда вся ответственность На тебе Ну к примеру Вы пришли в магазин Купили некачественный товар Кому вы высказываете претензию? Продавцу Продавцу Потому что он с вами общается А товар-то некачественный Из-за того, что продавец Он просто перепродает его Он посредник между А тот человек Который производитель Он сделал плохой товар Вот А у вас получается Плохого товара нет Все делаете вы Так ведь? Все услуги предоставляете вы И если вдруг Было плохого качества Там блюда Какое-то в ресторане То претензия К вами Вполне обоснованная Потому что вы сами готовите Человеческий фактор Уже никто не отменял Естественно То есть В любом случае Могут возникнуть ситуации Которые Не совсем Скажем так Со стороны Будут Хорошо разрешены Точно И люди разные бывают Правильно? А вот Если бы Между вами И посетителями Был какой-то человек Который всегда бы решал Ваши вопросы Конфликты Вот как тот продавец Например Не кассивный товар Продавец молод Еще что-то Ругайтесь с продавцом А у вас всегда Хорошее настроение И Нормальный бизнес Но сейчас же Не идут к продавцу Там есть информация На стойке Сдаешь обратно Как товар Вы знаете Сколько я Вот я просто Наблюдал Монентов На кассе На кассе Вот все Что знают Это да Когда цена Одного товара На кассе другая И ругаются Где? На кассе На кассе Ругаются Возвращают Где этот товар Оставляют? На кассе Вы обращали внимание На больших магазинах Типа Аки Лента У каждой кассы Есть такая Мини касса Телега Огромная Куда не скидыв Все что не взяли Вот А представьте Там есть замороженные вещи Которые нельзя храниться При температуре Плюс 25 Ну это так Просто отступление темы Да Я говорю Просто почему Вы единственный человек Который подняли руку в зале Я думал У вас что-то будет Неповторимое Возможно А у вас Как вы сказали Просто гостиничный бизнес И просто рестораны То есть Те вещи Которые на самом деле Доставляют Должны доставлять Наверное Доставляют людям удовольствие Да Потому что даже Один из грехов Какой еще? Шрево будет Не пожрать А шрево будет Дайте Пусть точными В определениях Если люди Которые к вам приехали Получили удовольствие Наверное От того Что прожили Ваши гостиницы И в вашем отеле Хорошо покушали В ресторане Они выезжают туда Что сделают? Кому-то порекомендуют Расскажут И ваша гостиница Будет процветать Правильно? Потому что Основной принцип Продвижения Будет Ну сайт какой-то Не реклама По радио А принцип Сарафанного радио Когда человек Кому-то рассказывает О том, что он получил Что-то хорошее Да еще на его лице Эмоции Это о чем говорит? Что он остался доволен Да Он остался доволен То есть у вас В принципе Вы согласны Что вы работаете На принципах Сетевого маркетинга Естественно И весь мир к этому идет И это страшное слово Это сетевое Да? Все Оно уже ушло Никуда Все на этом живут Кто еще Может сказать Что хотя бы Допустим Три пункта Вот из всего этого У него совпало на работе Ни у кого Всех по одному только Много денег И никакого удовольствия И все Хорошо Двигаемся дальше Так вот Лайфкея Как я сказал Это новый продукт Который Компания наша Придумала Сделала Как угодно Назовите Но он единственный В своем роде Почему единственный? По отдельности Все это может быть Где-то и есть Где-то есть Юридические услуги Где-то оказываются Услуги поддержки На дорогах Где-то есть Услуги теледоктора Где-то Ветеринарным клиникам Есть Услуги Консультации Да? Но чтобы все это Было собрано В одном месте Такого нет нигде Но это то же самое Как представьте Помните В свое время Были очень модные Популярные Куртки двух сторон Помнят это, да? Но это используют Правда шпионский фильм В основном так В одной куртке зашел В туалет Утку переодел Шапочку надел И вышел другой человек А в жизни люди Этим пользовались И это было востребовано Почему? Потому что люди Хотят иметь Что-то такое Поле Универсальное На все случаи жизни Вот так ведь? Да Так Причем Чтобы это универсальное На все случаи жизни Не стоило очень дорого А было по разумной цене Ну понятно Не даром Мы же не глупые люди Мы понимаем Что мерседес Невозможно купить По цене там Лада, да? Какая она была там Вы хорошая Не была Не, понятно Что хочется Но нельзя Не получится так Вот Поэтому Этот продукт И был создан Сюда было включено Все Для тебя Для своей семьи Не буду подробно Не буду подробно Останавливаться На всех Услугах Которые здесь Включены Я просто попрошу Партнеров Выйти у кого-то Может быть За вот эти Январские праздники Пока у нас Не было презентации Возникла История Обращения к сервису К юридическому К телемедицинскому Может быть Кто-то В аптеку Позвонил Лекарства Себе выбрал Никто Не хочет Поделиться Все дома спали Никуда не Все дома Но даже Спать дома Можно Знаете По-разному Можно просто Спать Ворочаться А можно Включил Энгеля Вырубился На 5 часов Встал Как огурчик Здравствуйте Меня зовут Лучок Людмила Я уже Рассказывала Как я оказала Помощь Своему соседу Когда в течении 45 минут Пока Мы ждали Приезда Скорая У него Проблема С сердцем Потом Прооперировали 45 минут Теледоктор Доктор Нашего Сервиса Рассказывала Что мне делать Потому что Я не медик А что с ним было Его потом Прооперировали Вставили Аппарат Как сердце Или что Не знаю Что с сердцем Плохо Стал Да Он плохо Себя почувствовала Стала Синеть Вот это вот Что делать Я не знала Жена бегает Плачет Она Армянка Они такие У тебя Сразу слезы Вот Соседка вторая Звонит Скорую Позвонили Скорую Скоро не едет Я давай быстро И мой давление Мерить И все Жена Выкинула Иначе ты ему Со мной Еще больше Еще больше Нервируешь И 45 минут Пока мы ждали Скорую Наши доктора Говорили Что мне нужно Делать И буквально Вот в эти Праздничные Дни Произошло Опять то же самое Я не знаю Как мог Этот аппарат Выйти Обратно Так объяснили Что он Понервничал И что-то такое Вот И оказалось Его Увезли И опять Пока ждали Скорую Я звала Не давать Или доктору Что делать Не пойму Сделать ему Операцию Говорю Вот что Они опять так же Уложите Что он принимал В какой позе Он в основном Последнее время Сидел Вот Нервничал Не нервничал Дело То Что Именно доктора Они еще Как психологи Можно же тоже Вот так Что сделать Как Перешиваешь С Итем И так Спокойно Успокойтесь Расскажите Что Делали Что он делал Что принимал Что как Но в результате Второй раз Мужчину Соседа Опять Увезли И была Повторная Операция Второй раз Да Второй раз Ты нас спасаешь Вот Вот А что касается Пользовцы Или не пользоваться Буквально Сегодня Произошел У меня разговор С мамой Мамой Друга моего Сына Вот Она говорит Я давно Искала Такую Компанию Ну Юридическую Она много Занималась Бизнесом Сама Сейчас Уехала Вот Мы не смогли Здесь встретиться В праздничные дни Потому что Стало плохо Здоровье Как оказалось У нее Подозревают Опухоль Вот То была Шишка Как бы Как она Качественная Качественная Я не разбираюсь Качественная Это Попрочная Сейчас Она дает Анализы Я говорю Ну я же тебе Говорила Давай Быстренько Ну как бы Приходи к нам Компанию Я тебе объясню Это новые Услуги Все Вот Она говорит Ну мне пришлось Идем Мало того Что Ну сейчас Она сдала Анализы Мало того Это У нее Диабет Вот И У нее было Шонтирование Операция Шонтирования Она сдавала Анализы Анализ Один Стоил 30 Тисич Наш Пакет Бизнес 60 Тысяч Ну туда Входят Но На критические Именно Критические Заболевания Помощь Страхования Она У нас 174 Тысяч Сами понимаете 12,5 Миллионов Стоит Чтобы Вас Пролечить Где-то За границей При таких Заболеваниях Ну Это стоит Не стоит 174 Тысячи Вашего Сдашу Понимаете И Желеть На свое Здоровье Денег Нельзя Потому Что Мало Того Что Она Говорит Сыну Ну Непутево Немножко Внук Находится На ней Мама Находится На ней А она С этими Заболеваниями Понимаете Мы Просто Упускаем Время А Это Не стоит Такие День Не стоит Нашу Женную Немножко Тяжело Тяжело Эндель Про Который Я Говорил Специальное Звуковое Окружение Которое Помогает Вам Менять Своё Состояние И даже На севере У нас Обратите Внимание Сейчас Очень Такие Интересные Дни Вроде бы Солнышко Светит Но В квартире Всегда Не хватает Света Даже Где-то В час Дня Когда Казалось В 12 Самое Светлое Время Без Лампы Как-то Ощущение Как Дождь Идет Пас Чего-то Не хватает Там Есть Такая Функция Как Дополнительный Солнечный Свет Попробуйте Может Он Вам Тоже Понравится Эндель И без Него Вы Не сможете Жить Все То Что Я Говорю Это Входит Стандартный Пакет Медицинский Чекап То Что Людмила Говорила Обследование Здесь Чекап Идет Для Двух Категорий Людей От 18 До 40 И Свыше 40 Лет Вы Сдаёте Стандартные Анализы На Основании Тех Стандартных Анализов Вам Выдают Вот Такие Обследования Результаты И По Этим Данным Уже Выдаёт Врач Выдаёт Заключение То есть У вас Заключение Идёт В два Этапа Что Ценно То Что Анализы Вы Сдаёте В одной Поликлинике Результаты Анализов Отправляются В другую В Москву И в этой Клинике Уже Выдаётся Заключение Врача То есть Абсолютно Исключён Тот факт Когда Врач Материально Заинтересован В том Чтобы найти У больного Или наоборот Не дообнаружить Какие-то Заболевания Критические У нас Были Случаи Вот Недавно Региональный Семинар Кстати Кто из Присутствующих Был на Региональном Семинаре Рассказывали Ситуацию Что летом В июле Месяце Проходя Стандартная Как она На работе Называется Медицинская Деспонсоризация Ежегодную У женщины Ничего не обнаружили Всё нормально А в августе В сентябре У неё Последняя стадия Рака За 2-3 месяца Такое же Не развивается Мы же это понимаем Хотя мы не медик Правильно То есть вопрос Какого качества Была диспансеризация Здесь всё это видно Партнёр Которая приезжала К нам Она сама У неё Было редкое заболевание Она проходила Специальное Медицинское Обследование Сдавала Анализы Платные Её там тоже Там выводили На суммы От 50 до 100 тысяч Рублей Когда она узнала Что Один из этих Вот анализов Входит сюда Стоимость Стандартного Пакета Она была Удивлена А мне Нет даже Когда делали Дорогой анализ Комплекс обследования На это Анализ не брали В итоге Причину выяснили Сделали Несколько операций И по итогам Чекапа Вам выдается Такой Бланк Который называется Карта здоровья На котором Чётко расписано Где По каким Областям У вас Такие Пожелания Предпочтения И уровень здоровья Ну как Простой пример У нас есть Партнёр Вера Александровна Ей по-моему Больше 60 лет Она всю жизнь Проработала В медицине Но когда она Показала Результаты Своего анализа Я извиняюсь И сказал Вера Александровна У вас Походим То есть у нас Здоровее всех Многих Сидящих Здесь Это не о том Что она С медиком Проработала За собой Следила Возможно Да Она следила За собой Дела Но просто Это говорит о том Что как можно Хорошо выглядеть В свои годы Финансовый советник Про это я уже спрашивал Все хотят его иметь Для чего он вам нужен Ну во-первых Устная финансовая Консультация Которую можете получить Писненная Финансовая консультация Личный финансовый план Инвестиционный план ВИК Все это зависит От того Партнерского пакета Который вы себе выберете То есть та стоимость На которую вы набираете услуг Соответственно Она и будет включать В себя Эти консультации Ну и Просто как пример Да Все мы Когда выходим В большую жизнь Чего-то хотим Не всем сразу Папа с мамой Дарят квартиру Машину И все остальное Минимальные потребности Какие у человека Квартира Квартира Но все хотят Почему-то свой дом Да Все хотят свой дом Потому что думают Не будем за каплинов платить Не будем это платить Шуметь можно Тут сэкономим Можно шуметь Шашлык каждый день Можно жарить Прямо рядом с кольцом Да На балконе Не пожаришь Скоро не вызовут Это точно Ну и Соответственно Машину Чтобы к этому дому Ездить Во сколько Это выходит В среднем Где-то 8 миллионов рублей Если мы это Приведем При зарплате 50 тысяч в месяц Кстати У кого В зале Зарплата Больше 50 тысяч в месяц Была Вот сейчас Женя Ну Не так много Не так много Подождите Вы же не работаете Почти Почему? Зарплата Вы консультируйте Обратите внимание При такой зарплате В месяц За 13 лет Вы сможете Всего этого добиться Не есть Не пить Да Не есть Не пить Налоги Не платить Ничего Никуда Только 50 на себя Водимого Вот Соответственно Если больше Тоже по-другому Ну и соответственно Не так много Отраслей бывает Где этого Можно добиться Да Можно добиться В найме Можно добиться В классическом бизнесе Но чтобы в классическом бизнесе Выйти на доход Больше 100 тысяч в месяц Сколько нужно потратить времени И нужно еще найти Ту нишу Которая позволит Чтобы она была востребована Чтобы она была Относительно уникальна Чтобы у вас Как можно меньше Конкуренции было Да Потому что Назовите Вот хоть одну Отрасль Там Где сейчас Работают традиционные Предприниматели Где нет конкуренции Давайте Кто сможет назвать Такую Нигде Практически нигде Да Даже в услугах Обратите внимание Как только появляется Какое-то Какое-то направление Новое Новая услуга Буквально полгода И уже вокруг Открываются Точно такие же Люди Потому что Понимаете Если один это открыл Значит это прибыльно Поэтому В MLM На самом деле Это возможно Но Это возможно Тогда Когда у вас Новый товар И на этот товар Отсутствует Большая конкуренция Скажите Кто знает Хорошие Сетевые компании Европейская Идийская Суба Как сетевая Компания Мы стали И недавно Только На самом деле Только в конце 19-го года В декабре Вошли в ассоциацию Пример-продаж Я имею в виду Компании сетевые У которых Уже Период развития Больше 20-ти лет Ну называйте Арибей Амвэй Еще Арифлейм Арифлейм Гербалайф Гербалайф Классный пример Можно ли сейчас В этих компаниях Прийти туда Из нуля Добиться Большого Результата И большого Финансового Прорыва Очень тяжело А? Тяжело Почему? Рынок этими товарами Уже насыщен Про Гербалайф Посмотрите Он просто Продается в аптеках Уже Вы все его Раскачали В аптеках Его продают Ну и соответственно Точно так же Если мы возьмем Морякей Что сейчас делает Морякей От продажи Просто косметики Уходит к чему? К тому Что начинает Продавать все Скоро не хлеб Будут наверное Продавать Специальный Такой Со специальными Какими-то там Добавками Которые только На полях Морякей Растут Нет Я не про хлеб Я говорю Что все компании Идут к тому Что они уходят От своего узкого Традиционного продукта И начинают Добавлять Вправо Влево Для чего? Для того Чтобы человек Зашел раз в магазин И все для себя купил Чтобы вышел Оттуда удовлетворенный Давайте теперь Поговорим Немножко По привилегии Вообще Кто знает Что такое Привилегии? Ну это Те вещи Которые Ты получаешь За что-то За какие-то Заслуги Как правило Это вещи Бесплатные Они идут В дополнение К чему-то То есть Ты что-то Оплатил Тебе это подарили Ты чего-то Добился И тебе это В заслуги дали Правильно? То есть Сначала ты вложил Либо много денег Либо много усилий И потом получил Эти привилегии Мы привилегиями Когда в последний раз Кто из вас В последний раз Пользовался привилегием? Поднимите руку Льготный отпуск Льготный отпуск Так Ну льготный отпуск Это не привилегия На самом деле Это Законодательством Определено И кое-где Этими Как его называется Профсоюзными компаниями Которые сумели Это отстоять Потому что Многие От этого Уже избавились Спасибо Так это не привилегия Это 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 то Что есть у всех У меня Пешбек 7% Он называется Пешбек Он называется Спасибо Проблема в том Что я свой Пешбек могу Потратить Где угодно А вы Своё спасибо Только Сбербанк Брокер Приорит Пас Все знают Что это Такое Не все На самолетах Все летают Когда вы Идете по залу У вас там ожидание 10 часов Вы думаете Где их провести И вдруг видите Зал бизнес-класса Там они по-разному Сейчас называются И там Столы накрыты Диваны стоят Массажные кресла Вы сюда заходили? А потому что У вас Карта Или билет Просто был? Нет У меня карта У вас карта Какого банка Сбербанка 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 Какие условия Для того Чтобы иметь Это на Сбербанке Сколько миллионов На счету И сколько Должна быть Проходимость Через счет Ежемесячно Да Вот Минимальная Ну не снижаемая Нет Там есть разные Ну не важно То есть мы о чем Говорим Что Простому Простому Человеку Да Есть 2 миллиона Там меньше проходов Вчера девушка Работник Сбербанка В Нефтьюганске Говорила Полтора миллиона Должно Есть и полтора Там разные Разные программы Ну она сказала Минимум полтора У меня была Самая простая программа По-моему Полтора миллиона У меня Просто черная Карта И тоже заходили В приорите Сейчас у меня Вот 5 миллионов Сколько человек Могут зайти с вами В приоритете Безлилистно У меня У вас безлиминутно Долпа прям Ну после 5 миллионов Я покажу И вы поймете Нет Я понимаю Я просто 5 миллионов 5 миллионов Безлимитно Хоть каждый день Хотите Да И сколько Все люди Которые с вами Отлично Наконец Сбербанк Стал заботиться Вот это стало Недавно Но это стало Недавно И только после 5 миллионов Нет У кого на счету Просто так Вот 5 миллионов Лежат и не работают Поднимите руку В зале Честно Ну почему Там же Какие-то условия Не понимаешь У тебя лежат У вас Неснижаемая стадия Постоянно Только тогда вы можете Я еще вкладываю Туда Нет Ну давайте Хорошо Нет Хорошо Что Сбербанк Заботится О нас Что теперь Многодетные Семьи Могут Пойти Туда Потому что Раньше Потому что Раньше Условия Были Какие Там Буквально 8 Посещений В год Причем Столько Там Посещений В квартал Это Есть Сейчас Просто Полтора Миллиона Это Поддержка Вы Сказала Договорились Консерв Силис У вас Тоже Есть Да Конечно То есть Вы все Это Понимаете Ну и Специальные Какие Отечения Подождите Всем остальным Да Специальные Какие Отечения Для нас Расскажите Пожалуйста Для всего Зала В общем Что такое Priority Pass Priority Pass Это Когда Вы Приобретаете Партнерский Пакет Который Чуть Позже Покажу Стоимость Его Озвучу Которая В разы Меньше Чем 5 Миллионов И даже Полтора Миллиона Дает Вам За один раз Неограничено Если у вас Многодетная Семья 5 человек Вы можете Один раз Полететь Не каждый раз Многодетная Семья Летает В год По 2 По 3 Раз К примеру Один раз Полетели В одну сторону 5 человек Зашло И обратно Вернулись Тоже 5 человек Зашло Все Использовали Свои Priority Pass Консьерж Сервис Это Ваш Личный Секретарь Которому Вы можете Задать Абсолютно Любые Вопросы И пока Вы занимаетесь Замещением Он его Решает Решает Достаточно Качественно Вот у меня Была ситуация Какая Мне нужно Было Загрампаспорт Отправить Жене Суду В Краснодар Мы Просто Посмотрели Вот те Транспортные Компании Которые Мы знаем Которые Этим Занимаются Что-то Полторы Две Тысячи Выходило Я написал Это В Консьерж Сервис Буквально Через Тридцать Минут Мне Прошел Ответ Развернутый Пять Компаний Было Перечислено Где Было Написано Какие Условия Сколько Грантов Вот Эта Транспортировка Варианты Оплаты Когда Ты Туда Едешь Когда К тебе Приезжает Курьер Когда Там На месте Курьер Привозят В итоге Ко мне Приехал Курьер У меня Забрал Я Воплотил Там Курьер Приехал На место В Краснодар И все Это Вышло 700 рублей Все Я на это Потратил Буквально Пять минут Общего Времени Написал Сообщение Подумал Что написать И прочитал В электронке И проанализировал То, что Мне прислали Ну и Соответственно Это точно Так же Можете Покупка Билетов В отпуск Найдите Мне Самый Дешевый Билет Еще Какие-то Моменты Рабочие Найдите Мне конференц Зал Там Такую-то Обместимость Мне нужно Провести Презентацию Вот это Есть Консерв Сервис Вид Линия Это значит Говорит о том Что Вы Звоните По номеру 8800 Но Не в общей Очереди Находитесь А Завис Закреплен Конкретный Специалист Который Работает С вами Самый Тариф Это Интересно Будет Для тех Кто Занимается Своими Аккаунтами В соцсетях Вам проведут Анализ Этого Аккаунта И Вы дадут Некие Рекомендации Как все Это делать И Специальные Закрытые Обучения Это Те вещи На которые Вы попадаете В рамках Мероприятий Которые Проводит Компания Ну Например Все Слышали Про Радислава Гондопасова Все Слышали Про Энтони Робинса Да Вот Раньше Можно Было Попасть На Мероприятия Которые Иностранцы Проводили Но Это Известные Бизнес Коучеры Если Вы Этими Вещами Не Интересовались Вы Можете О них И не Знать Это То же Самое Как Знаете Я Допустим Физик Ядершик Вот Я говорю Есть Такая Классная Книга Там Описаны Процессы Называя Вам Фамилию Ученого Конечно Вам Это Ни О чем Не Скажет Но Мы Говорим О Немножко Определенных Узких Вещах И Здесь То же Самое Есть Люди Которые Задают Темп Которые Задают Вообще Моду В любом Направлении Те фамилии Которые Называл Это Одни Из 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 То О чем Мы Говорили Это Страхование Теретические Заболевания Которые Входят В Максимальный Тариф То Все Последующие На 25 И Плюс Еще Ваши Родственники На 250 Тысяч Которые Могут С вами Поехать И Сопровождать Вас Где Это Происходит Это Все Происходит За Границей Почему Критическим Заболеваниям Уделяется Такая Роль Важна Потому Что Последнее Время По Статистике Количество Выявляемых Критических Заболеваний Становится Все Больше И Больше И Это Та Вещь От Которой Никто Никогда Не Застрахован И Уже Не Работает То Что Вашим Роду До Третьего Колена Ни У Кого Не Бало Никаких Ни Раковых Вещей Не Бло Никаких Симптомов Оно Просто Берет И Третья Пересад Третья Артокоронар Шунтирование Все Это Входит В Области Которые Называются Этическими Заболеваниями И Лечение Происходит Только За границей Это Такие Страны Как Испания Франция Нидерланды Германия Швейцария Австрия Великобритания Португалия То Все Это Находится На самом Высоком Уровне Еще Вернемся В двух Словах Почему Этим Занимается Еюз Брокер Кто Вначале Говорил Там Сетевая Компания Да Мы Единственная Сервисная МЛМ Компания В СНГ И Это Подтверждено У нас Уникальные Продукты Может Быть По Отдельности Они Не Уникальны Но Такой Продукт Аклавки Он Существует Только У нас И Такая Сборка Только У нас И Больше Ее Нигде Нет Эндель Это Тот Продвигать На территории России И Территории Стран Паркеров Можем Только Мы Только Мы Им На это Право Мы Решаем Реальные А не Выдуманные Проблемы Мы Не Боремся За мир На Все Мире Мы Решаем Конкретные Вопросы Которые Возникают У Людей И Решение Этих Вопросов Позволяет Что-то Делать Большие Рынки Вы Спросите Какие Перспективы Перспективы На самом деле Громадные Рынок Телемедицины Оценивается 10-30 Миллиардов Рублей Рынок Юридических Услуг 90-150 Миллиардов Финансовых Советников От 5 до 120 Миллиардов Прочие Рынки Которые Еще Пока Не Открыты И Не Присоединены К Сложим Получат Громадные Суммы Более 250 Миллиардов В год Тратится На все Эти Вопросы Участвуйте Вы В этом Или Нет Это Ваше Право Это Точно Так же Как Мы Живем В Нефтяном Регионе Мы Не Знаем Сколько Тон Нефти Скрыто В наших Подземных Кладовых Но Зато Мы Четко Знаем Что Стоимость Бензина У нас Не Самая Низкая По Подправка От заиска Недавно Только В прошлом Году Открылась По дороге Как едешь На линтор В районе Солнечного Все Это То же самое Как мы Живем На нефти Но Ничего С этого Не И В Арабских Эмиратах Все знают О том Что К Самим Жителям Арабских Эмиратов Специальные Отношения У правительства Потому Что Они Живут На нефти У нас Немножко Не так А теперь Возвращаемся К нашим Сервисам Это Рынок Ну понятно 50 миллиардов Они есть Теперь Представьте Сервисы Которые Вы можете Приобрести Здесь Приведены Цифры Только При разовых Обращениях Ну например Сколько стоит Юридический Сервис Кто из вас Который раз Обращался К юристам Сколько Стоилось Ну наверное Где-то От тысячи От полутора Тысяч Сомнений До пяти Да А если Вы обращались К адвокату А адвокат Еще такой Нормальный То наверное Минимальный Вход к адвокату 15-20 тысяч Не меньше Да И тут Это у нас Нагомедия Я немного расскажу Про юриста Это было Буквально Полгода назад Я написала Сама Вот две минутки Устав Нужно было Переписать Переделать Я его сама Напечатала В ворде Все Потому что Не было документа Готового Был только В ПДФ Директор Не устал Все-таки Нужно юриста Привлячит Мы обратились В ДЮС Юрист Мне говорит Пришлите мне В ПДФ Я отправляю Она там Буквально Добавила Одну строчку Которую Она знала 10 тысяч Зяла Да Услуги Дипломировали Юриста Очень дорого Стали Вы же Наверное Наверное Не были Дипломированы Юристом Да еще и Практиком То есть О чем Мы говорим А есть вещи Которые Просто Деньгами Не измеряются Это Самореализация Это Не дача Когда Вы Чего-то Достигаете Как Можно Измерить Это Деньгами Скажите Когда Вы Поднимаетесь На Новый Уровень Это Не то же Самое Что Вы Выросли На Три Сантиметра Правильно Или Один Шпиль И Стали Вышли Так Вот О чем Я говорю Два Пакета Которые Должны Вас Заинтересовать Первый Это Легкие Стандартные Куда Входит Максимальное Количество Для Вас И Для Сель Член Семьи Стоимость Его 60 180 Рублей В Год Или 50 15 Рублей В Месяц Скажите На Четырех Членов Семьи Для Полной Защиты Полной Загрузки 5 тысяч В Месяц Это Много А Кто Из вас Ходит В Спортивный Клуб Например Или Кто Раз В Месяц Делает Маникюр И Прическу Сколько Стоит Прическа И Маникюр В Месяц Ну Я Думаю Что Чаще Происходит Потому Что 800 Рублей За Прическу Отдал А Я Обращаюсь Женщине Недорого Недорого По женским Мерку Недорого По женским Недорого Я Представляю Что Женская Стричка Укладка В районе Пятисемитричная А Если Сюда Добавить Ногти Это Где-то Тысяч Десять Наверное И Выйдет Вот А Сколько Ногти Стоит Полторы Две Я Две Слойные Припаив Плюс Не забывайте Еще Педикюр Не Я Педикюр Считал Если Педикюр Нам За Десять Уже Уйдем То Смотрите Вы В два раза Перекрываете Сумму Но Получать От Эстетическое Удовольствие Буквально На Два Дня Не Правда Потом Не Правда Ногти Потом Можно Где Угодно И Банки Консервы Скрывают По Столу Послучай Так Что Дорогой Где Моя Зарплата Ну Грядки Молодец Жестко Конечно И Обратите Внимание Life Care Professional Это Примерно Такой Ж Комплекс Как Лархия Стандарт Но С Расширенными Возможностями И С Теми Привилегиями Которые Я Проговорил То Есть На Стандарт На Пакете Привилегий Нет Там Есть Набор Услуг Но Которыми Вы Можете Закрыть Полностью Себя И Трех Членов Семьи Стоимость Лархия Professional Членов 173 460 В Год Или 14455 Рублей В Месяц Чуть Чуть Дороже Чем Пострижка Маникюр Если Добавить Педикюр Столько Жен Год Вы можете купить пакет за эту стоимость, пойти в салон, чтобы вам неправильно постригли ноготь какой-нибудь, и отсудить у них следующую стрижку или вкладку бесплатно. А если вы возьмете за 73, вам даже ходить не придется, персональный менеджер за вас сделает месяц консервисом. Выберут самый дорогой салон, который существует в городе, вы у него пойдете, потом в течение года они будут вас бесплатно услуживать в виде моральной компенсации. Зачем? Так, я вам рассказал просто про возможности, которые существуют. Но на самом деле здесь есть вещь, о которой я еще не говорил. Здесь есть возможность вести бизнес. Для чего мы здесь строим бизнес? Потому что бизнес закрывает большую часть ваших потребностей. Но ключевым здесь является то, что многие люди готовы, были бы заняться бизнесом, но почему-то по каким-то причинам. Либо боятся этого, либо не хотят, либо не решаются на это. Либо им гораздо ближе то, что они находятся в такой вот постоянной войне, с самим собой, с традиционным бизнесом, с наемом, еще с кем-то и бьются, бьются, бьются. Скажите, все, что я рассказал, это сложно? Нет. Все гениальное просто. Ну, на самом деле, на самом деле не так сложно, потому что даже вот нам подтвердили, что для того, чтобы гостиница и ресторан были успешными, нужно просто что? Чтобы люди хорошо о нем отзывались. О том месте, куда они пришли, где они покушали, что им это все понравилось. Но, кроме того, у нас еще существует карьера. Скажите, каких результатов можно добиться за два года в традиционном найме? Только честно. 50 тысяч. Закончить два курса института. Это вот за два года вы можете сделать и где-то параллельно подрабатывать. В традиционном бизнесе за два года можно добиться хороших результатов? Можно. Ну, наверное, не сказали. Ну, можно, но очень тяжело, наверное, да? Тяжело. Проще было 90-е. Ну, мы про сейчас и говорим. Сейчас же все для людей, налоги все уменьшаются, все лучше. Поэтому за два года карьеру построить, что в традиционном бизнесе, что в найме проблематично. В июзброкер за два года вы можете построить карьеру. Вот у нас есть живые примеры. Светлана Ильина, партнер компании в статусе международного директора. За два года. Федеральный директор, но мы же не говорим два и три. Два с половиной мы и не будем округлять до трех. Федеральные директора у нас есть. Региональные директора у нас есть. Директора у нас есть. Менеджеры у нас есть. То есть ту, какую цель вы себе в карьере ставите, вы этого и достигаете. Вы этого можете добиться. И все в ваших руках. Ну и возвращаясь к Владиславу Гондопасу. Сейчас у нас в компании проходит, ну скажем так, начался турнир, который продлится два месяца, январь и февраль. И одним из главных призов этого турнира будет получение бизнес-обучения от Владислава Гондопаса «Харизма лидера бизнеса». Это для всех тех новых партнеров, которые в январе станут партнерами и откроют статусы менеджер, директор, региональный директор и далее. То есть у вас у всех в зале, кто присутствует, партнеры, у кого еще нет статуса, либо гости, которые присутствуют, есть возможность присоединиться к нашему бизнесу. И помимо тех подарков и тех привилегий, то, что дает вам сама партнерская программа, дополнительно получить еще такие вещи. Качинских не возьмут, да? Ну и только президентами нужно стать, чтобы туда попасть. У них уже практически самый высокий статус открыт. И как дополнение, когда мы говорим о том, что как-то слишком у вас все хорошо, и деньги есть, и услуг много всяких разных, еще и подарки наверняка дают, да? Как обычно другие люди говорят? Лохотрон. Халява. Халява, лохотрон. Так вот, чтобы на самом деле это было похоже, как вы говорите, на халяву, для тех партнеров, которые в январе присоединятся к нам на партнерский пакет бизнес-стандартный, который я показывал, и бизнес-профессиональный, подарок дается одна неделя путешествия на семью, то есть проживание в апартаментах на одну неделю, или на две недели, если бизнес-профессиональный, за 173 тысяч. Этот промоушен был в декабре, и его решили продлить на январь месяц. Почему? Потому что никогда так не хочется отдохнуть на море, как зимой, да? Когда холодно. А, кстати, кто 19-го пойдет в прорубь, скажите? Я. Значит, вам это не интересно. Но там есть такие страны, кстати, там есть такие страны, есть Испания, Тенерифер. Там постоянно круглый год, одна и та же погода, потому что там теплое течение, Гольстрим, туда можно лететь в любое время года. Все? У меня все. Понимаете, если есть какие-то вопросы, то только не ответите.